Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим и выкатим из ангара КВ-1. Я скажу от себя, для меня эта машина это часть истории меня в Блице. Я помню, когда я открыл эту машину для себя в первый раз, это было 7 лет назад, я тогда только начинал играть в Блиц, прошел первые 4 уровня, ну и соответственно мне хватило силенок открыть КВ-1. Вы знаете, вот это чувство, возможно каждый из вас сможет вспомнить, когда вы переходите из младшей школы в старшую, вы резко начинаете чувствовать себя как-то вот взрослее, умнее, старше, круче, ну короче говоря, вот такое вот чувство резкого взросления. Вот точно такие же чувства у меня были, когда я открыл себе КВ-1. Именно такое ощущение себя вот таким вот уже старшеклассником, я бы так это назвал. Ты еще вроде бы не студент, ты уже не школьник младших классов, ты что-то среднее. И вот именно с такими чувствами я выкатывал эту машину из ангара в рандом и чувствовал себя там ну просто таки нагибающим монстром. На сегодняшний день КВ-1 безусловно играется гораздо более уныло. На то время просто не было такого количества веток в дереве развития каждой из наций, не многих наций не было на тот момент, ну и соответственно разнообразие рандома было гораздо скуднее. Итак, чем хвастается КВ-1? У него есть три орудия, одно базовое, которое, ну я бы сказал практически никакое, бронепробитие 86 единиц, 160 единиц альфы, ДПМ в 1380 единиц урона и 7 секунд перезарядки орудия, ну такое себе прямо скажем. Есть пушка, которую вам придется открыть для того, чтобы пройти к КВ-2. И честно говоря, я эту пушку качал на топовой пушке. Ее конкретно я себе, ну то есть я выкачал вот эту пушечку и дальше ей уже долбился для того, чтобы пройти. На этой пушке я практически не играл, потому что 450 альфы, это вроде бы очень круто для пятого уровня, это просто офигенски для пятого уровня. Но 30 единиц бронепробития, ну как бы вообще просто-таки ни о чем. Есть 140 еще пробитий, но на аккумулятивах. И тогда у вас альфа уже 230, короче говоря, ни о чем. Ну и время перезарядки в 19 секунд, это просто вечность на пятом уровне. Поэтому, ребят, данное орудие вообще неиграбельное, по моему субъективному мнению. Что же касается топовой пушечки. Топовая пушечка 200 единиц альфы, 120 единиц пробития, 9,8 секунд перезарядка, чутка меньше 10 секунд, урон в минуту 1223. При этом всем разброс довольно большой, время сведения довольно-таки долговатое, как для танка пятого уровня. Есть углы склонения минус 7, причем на каком бы орудии вы ни играли, все равно минус 7 вас будет преследовать, а значит к этому углу склонения необходимо привыкать. Итак, ребятки, что хотел сказать на первых порах про эту машинку, сказал, забрасываемся с вами в замес, посмотрим, что она может в современном рандоме. Пока мы забрасываемся в бой, хочу попросить каждого из вас, кто смотрит видео без подписки, а точнее обратиться с огромной просьбой. Мне, ну, край, край, как необходимы ваши подписки. Внизу, в правом нижнем углу есть желтый шильдичек, наведите мне на него мышку, и за один клик вы сможете стать постоянным зрителям моего контента. Я буду вам безумно благодарен за помощь и поддержку в развитии моего канала. Также буду благодарен за ваши лайки и ваши комментарии под этим видео. Спасибо вам большое за благовременно. Итак, ребятки, подвижность КВ, я бы сказал, вполне терпимая. Это нормальный тяжелый танк, он нормально тяжело едет. По-другому эту езду не назовешь, но понятное дело, что рассчитывать на то, что этот танчик будет срываться с места, под ним будет копоть, и он будет вырывать из-под себя куски асфальта, ну, разве что просто вот в виде нарисованных кусочков асфальта, да, он из-под себя вырывает. Но, честно говоря, машинка едет медленно, уверенно, но упрямо. Поэтому, в целом, я бы не сказал, что эта машинка унылая, она просто спокойная, то есть вот такой вот, знаете, спокойный, спокойный слон, который спокойно передвигается. Что касается орудия, орудие сводится действительно не очень быстро. Я не могу сказать, что оно хвастается прям каким-то крутым сведением. В то же время, для этой ТТшки, с учетом того, как на ней необходимо играть, а играть на ней надо медленно, монотонно и спокойно, этого сведения достаточно. Поэтому, в целом, на сведение особо сетовать я не буду, ровно как и на перезарядку. Для данной машины, в целом, тоже вполне нормально. Перезаряжаться ты успеваешь, отбрасывать ты успеваешь, танковать ты, правда, не успеваешь, как правило. С чем это связано? Это связано с тем, что у машинки довольно-таки картонная броня в корпусе. Неплохо играется броня непосредственно на самой башне. В частности, довольно-таки нормально башня принимает по скосам непробития. И, соответственно, маска орудия довольно-таки классно бронирована. Что касается верхнего листа, там, где сидит наводчик, пробивают. Что касается нижнего бронелиста, вообще пробивают без вопросов. Бока, как вы видите, сразу под башней шьются, и ничего удивительного в этом нет. Ну, и, соответственно, корму заценивать вообще бессмысленно. Короче говоря, танковать особо на этом танке у вас не получится. У вас просто получится спокойно, нормально играть. Но к вам будут прилетать пробития, которых необходимо сторониться. Досматриваем с вами бой и закатываемся в следующую катку. Итак, друзья, наш бой закончился победой. И пока я досматривал бой, я поймал себя на мысли, что я рассказываю об этом танке спокойно и монотонно. Вы знаете почему? Да потому что данный танчик, он не то что не вызывает эмоций. Он как раз и вызывает эмоцию спокойствия, спокойствия и легкого наслаждения от того, что ты катишься и делаешь что-то в бою. Пускай не круто, пускай ты уже на сегодняшний день на КВ-1 не сможешь нагибать. Он на сегодняшний день превратился в абсолютно проходной танчик. И, в принципе, это понятно. Потому что есть вот такие товарищи новые, как Джуну и так далее, которые, в принципе, все вот эти вот рандом в разрезе пятых-шестых уровней абсолютно перевернули с ног на голову. Это раньше КВ-1 был крутым. Сейчас это просто проходной танчик. У многих этот танчик остался в ангаре исключительно потому, что это дань уважения первым танкам в игре и ностальгия, о которой я говорил изначально в начале видео. Для меня этот танчик остается у меня в ангаре только исходя из ностальгических воспоминаний по поводу былых времен. Итак, ребятки, едем, едем бодренько, тянемся туда, куда нам надо. Спокойствие, монотонство. Знаете, честно говоря, вот КВ-1, я даже не знаю, с чем его сравнить. Я не буду сравнивать его с какими-то другими танками, потому что танчик уникален. Он не подлежит сравнению с кем-либо еще из танков. Я бы сказал так. Я сравню его, наверное, с автомобилями, причем автомобилями былых времен. Вот знаете, автомобили по типу автомобиля Победа, по типу автомобиля Волга-21. Вот такой вот автомобиль, знаете, за руль которого, когда ты садишься, ты не ждешь от него. Вот ты просто не ждешь и даже не надеешься на то, что он сейчас бодро сорвется с места. Ты не рассчитываешь на то, что он будет круто заходить в поворот. Ты не рассчитываешь на то, что он будет разгоняться до 160 по трассе. Ты рассчитываешь на то, что он тебя медленно и вальяжно будет вести. Вот то же самое ты ощущаешь, когда играешь на КВ-1. Чуть-чуть, немножечко по-другому заценивается, безусловно, в этом отношении квас. То есть здесь ничего не скажешь. Квас совсем другая машина, совсем другим орудием. А вот КВ-1, да, это вот спокойствие и вальяжность. Я не могу сказать, что на данной машине играть на сегодняшний день просто. Нет, ничего простого в игре на этой машине нет. Броней, поскольку он не хвастается. Вот сейчас меня от Арла спасает только то, что меня прикрывал союзник. Арл не хочет вылазить на меня. Ну и, соответственно, я на него тоже. Потому что у Арла пробитие все-таки куда покруче, чем у меня. Я буду вот так вот стоять, пытаться его отпугивать. Ну и, соответственно, ждать момента, когда у меня появится возможность кинуть в него. Вот как это сейчас у меня, в принципе, и получилось. На данном танке торопиться никуда у вас не получится. Но может это и к лучшему. Может, не все танки должны быть ракетами в этой игре. И хочется периодически в спокойном, нормальном настроении зайти на спокойном, нормальном танке в бой. Подъедем поближе к нашим противникам. Не успел я это сказать, как их вынесли. Но да бог с ним. Давайте теперь посмотрим на результаты нашего второго боя. У нас победа. Я бы сказал, что часть результативности нашей команды, она и нам принадлежит, поскольку мы держали Арла. Но не знаю, насколько это прям зарешало. За вот такой вот пустышный бой, представьте себе, мы получили знак классности третьей степени. Мы нанесли всего лишь 553 единицы урона, сделали один фраг. Мы получили 712 единиц опыта. В принципе, тоже неплохо, как для пятого уровня. Ну и третье место с конца. Короче говоря, ребят, подводя итоги по данному танку, скажу вам следующее. Эта машинка, это больше, как я уже сказал, дань, дань истории танков. В частности, World of Tanks Blitz. Я не могу сказать, что эта машинка нагибающая на сегодня. Я не могу сказать, что она быстрая. Я не могу сказать, что она резвая. Я не могу сказать, что она альфовая. Я не могу сказать, что у нее офигенный дамаг. Что у нее действительно есть, так это свой определенный стиль. Стиль бородатого старичка, который медленно едет, но и медленно пытается что-то сделать. Вот такой вот он, КВ-1, на сегодняшний день в рандоме. Насколько сложно или не сложно вам будет выкатывать КВ-1С и, соответственно, выкатывать КВ-2? Ну, я думаю, что не совсем сложно. Просто необходимо заходить в игру на этом танке в абсолютном духовном спокойствии. А на данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал. Я буду вам безумно благодарен. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok